Я приветствую подписчиков канала меднаука.нет С вами Дмитрий Акулов, врач-психиатр, психотерапевт, специализируясь на когнитивно-поведенческой терапии. Популярный вопрос, который задают мне и моим коллегам. Я хочу сделать подарок моему психотерапевту, я хочу пообщаться с моим психотерапевтом вне рабочее время, то есть вне время сеанса. Я хочу узнать поближе как человека, потому что я не уверен или не уверен, могу ли я доверять психотерапевту. И при этом большинство моих коллег, и я в том числе, не являюсь исключением в этом плане, не идем на контакт с пациентами, то есть остаемся в рамках профессиональных. То есть мы не принимаем подарки в большинстве случаев, не вступаем в отношения, ни в дружеские, ни в сексуальные, ни в какие-либо другие, даже в бизнес отношения со своими пациентами, клиентами. И в свою очередь даже в этическом уставе психотерапевтических сообществ указано, что никаких отношений не может быть, кроме деловых, профессиональных. Даже бартерные отношения, то есть по обмену, я психотерапию, а вы мне, например, какие-то услуги, тоже не приемлемы. Почему так происходит? Это какая-то корысть психотерапевтов или лишние какие-то загоны в отношении общения между людьми? Вовсе нет. Дело в том, что любое общение профессиональное, именно психотерапевтическое, имеет свои нюансы. Неважно, в каком подходе практикует специалист, будь то когнитивно-поведенческая терапия, психодинамический подход, гуманистическая психотерапия, гештальт, психоанализ и так далее. Суть остается одной и той же. Мы стараемся помочь своим пациентам. Мы стараемся помочь человеку прежде всего в решении проблем. Мы стараемся помочь вывести людей из безд, из пропасти, куда их загнали их схемы, их мысли, их эмоциональные и поведенческие проблемы. И, как правило, когда люди вступают в более тесные отношения, они начинают, во-первых, хуже воспринимать то, что мы говорим, воспринимать нас как друзей. Во-вторых, никто не отменял явление внутреннее, которое психоаналитики называют переносом на терапевта, когда наши пациенты видят в нас своих родственников, своих друзей, близких людей и так или иначе повторяют с нами какие-то модели поведения, которые свойственны им в близких отношениях. И когда мы вступаем с ними в какой-то тесный контакт, то возможность посмотреть со стороны становится нулевой фактически. Почему? Потому что мы не можем, находясь в дружеских отношениях, быть объективными и беспристрастными, к сожалению. Поэтому для того, чтобы мы были максимально полезными своим пациентам, клиентам, чтобы мы не вредили им, в случае, например, если это пациенты с каким-то тяжелым расстройством личности, которые склонны тем более к суицидальному поведению, ни в коем случае, ни в какие более близкие отношения, чем терапевтически, вступать нельзя. Это не отменяет того, что на приеме может быть теплая атмосфера, может быть принимающая атмосфера, могут приниматься и разбираться разные ваши эмоции, жизненные ситуации. Но именно в рамках терапии никакие другие отношения не дозволительны. И если вдруг любой психотерапевт будет предлагать вам встретиться, попить кофе, чай, пообщаться и тем более приглашать к себе домой, в позднее время советую очень осторожно отнестись к такому специалисту, потому что это не совсем профессиональное поведение. И в свою очередь, если вы хотите предложить терапевту какое-то общение, он отказал вам, отказал даже принимать подарки, например, от вас, то, мне кажется, стоит отнестись к этому с пониманием. Это как раз говорит не о черствости характера, а о профессионализме, который этот специалист демонстрирует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы с удовольствием, постараясь на них ответить.